Визит федерального масштаба. Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирек Файзулин посетил Ненецкий округ с рабочим визитом. Глава ведомства оценил реализацию в регионе нас проекта «Жилье и городская среда». Это мы идем в дальний начальник. Осмотр объектов социального значения начинается с нового здания школы номер 3. Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирека Файзулина знакомятся с оснащением современной школы. Одной из лучших в городе, да и, пожалуй, во всем округе. На следующий год школа принимает участие в реализации нацпроекта «Успех каждого ребенка». Делегация не оставила без внимания школьную столовую. Она, кстати, была признана победителем регионального этапа всероссийского конкурса. Добрый день. Расскажите, пожалуйста, что у нас сегодня в меню было у детства? У нас сегодня комплексный обед состоит из первого блога. Конечно, обязательно салаты на выбор. Второе – мы предлагаем тоже на выбор. Еще один социально значимый объект – детский сад «Ромашка». Оттуда делегация переходит на новую смотровую площадку. Напомним, горожане выбрали эту территорию для создания парковки и отдыха в рамках проекта формирования комфортной городской среды. Этот объект занял третье место в рейтинговом голосовании 2020 года. У нас очень активно люди участвуют. Поэтому, когда хоро создается, она уже имеет некий смысл с продолжением. Это сделали нахожусь. У вас в этом году тоже, да, общественная территория? Да, две больших. Сделали, а это у нас как начало и потом, потом дальше. И здесь будем планировать вот этот пустырь, заполнить его здесь какими-то смыслами, функционалом и так далее. Всех контрактов за 2017 года ни одного не просрочено, то есть не ушли ни в суды, то есть все завершаются вовремя. Попали в Минстроевский там где-то или как на Братцы тоже по северу у нас были реализованы контракты. Далее на повестке рабочей встречи осмотр аварийного жилого фонда по улице Южная. Расселение граждан из аварийного жилфонда в Ненинском округе осуществляется в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» и федерального закона номер 185 ФЗ. Переселение осуществляется по региональным программам с софинансированием из федерального бюджета. В этом году, наверное, где-то 130 семей, в прошлом году было 105, до этого было порядка 60. Переселение идет? Идет держать? Да, держащими. Держащими, ну и с параллельно где-то с нос идет домов. Кроме того, делегация осмотрела новый жилой дом по улице Октябрьская, ознакомилась с результатами проведенного капитального ремонта в многоквартирных домах по улице Меньшикова. Также министр оценил общественную территорию в микрорайоне Городецкий – игровую спортивную площадки. Подробнее о визите Ирака Файзулина в наших следующих выпусках. Ольга Русул, Антон Водряков, Телеканал Север.